А сейчас позвольте мне рассказать о цифровом анализе изображений. Цифровой анализ изображений, безусловно, самая интересная часть цифровой микроскопии. Да, есть практические применения этой идеи, отдалённое консультирование, собирание вторых, третьих или коллегиальных мнений. И, безусловно, это наш двигатель. Но для исследований и для того, чтобы мы могли развиваться дальше, безусловно, цифровой анализ изображений – это самая интересная история. Почему? Потому что необходимо объективизировать клинические находки в связи с широким внедрением в клинику принципов доказательной медицины. И, конечно, именно этот постулат резко поднял роль нашей специальности при жизненной морфологической диагностике, при различных видах онкологической патологии. Конечно, тут я должна сказать, что без высокого уровня гистологической техники никакое сканирование и никакие цифровые анализы абсолютно невозможны. Высокая техника гистологического исследования, высокое качество препаратов – это есть залог качественного анализа. Если мы не можем добиться качественного гистологического препарата, мы не можем сделать никакой анализ. И поэтому первое и самое необходимое условие – это высокая гистологическая техника в лаборатории. до того, как мы начнем сканировать или внедрять какие-то вещи аналитические, мы должны добиться идеальной или почти идеальной препараты. То есть без этого условия никакое сканирование абсолютно невозможно. Я должна огорчить. Следующий этап, безусловно, это валидизация алгоритмов исследования. И, конечно, здесь была проделана огромнейшая работа по тому, чтобы научить машину определять то, что нужно определять, то, что мы определяем глазом, и для нас кажется это обычной историей. И на первом этапе я это делала вручную. Я отмечала маркером красные и синие точки. И здесь у меня конкретно нарисовано, сколько было красных точек. Это индекски 67. Но мы взяли самый распространенный, самый банальный пример анализа. Сколько было синих точек, количество их, на какой было это дело площади. Следующий этап работы – это валидизация самого алгоритма подсчета. Здесь, на этой части слайда, вы видите автоматически. То есть то, что сделала машина, как машина посчитала, как это видит машина. Это ручной подсчет, так как это вижу я и отмечаю маркером. И мне было принципиально важно добиться, чтобы скан и автоматический подсчет был примерно сопоставим с ручным. И когда мы добились вот таких графиков, что у меня нет разницы между ручным и автоматическим подсчетом, и группа, можно сказать, однородная, только после этого. И на самом деле методологически, по поводу расчетных модулей, методологически правильно сделать так. Когда мы точно знаем, что машина считает так, как нужно, мы можем продолжать делать дальше анализ. До той поры, пока мы не уверены, что машина считает правильно, что она определяет то, что нужно, мы не можем двигаться дальше. После того, как мы добились полного совпадения или почти полного совпадения ручного именно захвата и машинного, конечно, мы продолжили наше исследование уже с применением тканевых матриц. И да, было большое исследование, которое включало больше тысячи случаев рака молочной железы, больше 18 маркеров, и, конечно, мы делали разнообразные сопоставления, сравнительные анализы одних маркеров, других и третьих. Ну, небольшая иллюстрация этой работы, когда был посчитан КИХ-67 уже в этом большом массиве, средний показатель уже машинного анализа, это 19,9, мы получили такие данные вместе с нашими клиницистами, что имеется большая корреляция между параметрами выживания и грейдом. Грейд 1 живет хорошо и долго, грейд 3 живет меньше, нужна какая-то терапия. И самая разнородная группа была грейд 2, где, ну, тут все коллеги, я не буду расшифровывать, что такое 1, 2, 3, грейд. И мы получили, что в грейде 2, там, где уровень КИХ-67 был больше медианы, да, медиана 19,9, уровень КИХ-67 выше медианы, параметры выживания такие, меньше медианы, вот такие. И дальше, когда мы имеем уже количественные, а не качественную оценку, хотя бы по одному из параметров, мы дальше имеем такой богатый источник для различных видов комбинаций анализов. Например, ну, вот это было сделано, ну, сопоставление двух столбцов в программе «Статистика». да, эстроген позитивный, КИХ-67 у них был в районе 5%, эстроген негативный, КИХ-67 около 30%. Добавляем следующий столбец, другой маркер, и дальше у нас получается очень такая большая игра уже с массивами данных, которые мы можем интерпретировать различным образом. Очень актуальна в нынешней ситуации тема анализ операционного материала после неодевантной химиотерапии. У нас это был очень небольшой пул пациентов, порядка, по-моему, 32 пациента у нас было. Первичный анализ клеточной плотности, то есть что такое клеточное количество клеток опухолевых в одном миллиметре квадратном гистологического препарата. Да, мы здесь видим обычное гауссовское распределение, то есть мы не выбирали, скажем так, первую часть до операции. Пациенты получали химиотерапию, безотносительно какую, и дальше мы делали распределение. Вот эти вот столбики красненькие – это распределение по миллорупеи до начала терапии. А зелененькие – это… я прошу прощения, я немножко волнуюсь. Зелененькие столбики – это распределение клеточной плотности или параметров клеточной плотности по миллорупеи. И мы видим проградиентное уменьшение просто количества клеток в одном миллиметре квадратном гистологического препарата после операции. Эти данные были неплохо скоррелированы с тем, что мы визуально, морфологически оцениваем под микроскопом. Но вот эта часть работы, она позволяет более объективно рассказать о том, что у нас происходило с клеточной плотностью в исходе химиотерапии. Небольшой разговор о возможностях анализа флуоресцентных меток. Евгений очень подробненько рассказал о том, как это делается сейчас вручную. То есть сопоставление градации серого и красные и зеленые метки. Машинный анализ позволяет эти все параметры более объективно, более точно и, самое главное, более быстро провести. Да, у нас есть определенные правила, когда мы исследуем 20 клеток для того, чтобы узнать статус ХЕР-2. Машинный анализ позволяет сделать это на гораздо большем массиве данных. Если мы имеем в 1 мм квадратном в среднем 6,5 тысяч клеток, мы можем попросить машину оценить все 6 тысяч клеток. И тогда у нас будет некоторым родом вот такое вот распределение. Принципиально сейчас мы проводим анализ для того, чтобы валидизировать машинные вещи, валидизировать машинный анализ оценки для фишей. Ну, такая немножечко работа у нас была. Мы не только считаем КИ-67 и не только красные и зеленые метки. Машинный анализ позволяет проанализировать также, например, такие вещи, как сосудистая плотность. И была работа, связанная с трансплантацией печени. И были пациенты, у которых что-то происходило не так. Клиницисты попросили проанализировать эти группы. Исследование было полностью слепым. И когда мы получили данные о том, что зона центральной артерии, зона портальной вены, зона синусоидов, вот эти две зоны обладали одинаковой сосудистой плотностью. Но в зоне синусоидов у тех пациентов, которые вели себя плохо или у них был какой-то не тот исход, который предполагали хирурги, зона синусоидов и относительная площадь сосудов в зоне синусоидов увеличилась почти в 8 раз. Поэтому объективно это можно увидеть только с помощью цифрового анализа. Глазами это не увидеть и не объективизировать. И вы знаете, по поводу наших перспектив и нашего будущего, немножко реверант в сторону Алексея. Каноническая схема ГЛИСОН для определения степени злокачественности рака предплательной железы. В этом году вышла новая пересмотр ГЛИСОН Грэйдингрупп. Мы выделяем три группы сейчас для градирования рака предплательной железы. Но вы знаете, здесь очень четко показаны паттерны. И я думаю, что наше будущее, оно в том, чтобы помочь машине узнать паттерны. И программа Pattern Recognition, которая сейчас развивается многими производителями и программного обеспечения, и сканеров, она как раз таки, я считаю, что мы должны коллаборировать. У нас есть библиотека паттернов. У них есть возможности для этого анализа. И работая вместе, мы, конечно, освободим человека и мозг человека для более творческих задач. Безусловно, ни Pattern Recognition, ни какой-либо другой машинный анализ нам не заменят Гения Пушкина или Шопена. Мы не будем спорить о том, что принтер и синтезатор более облегчают нашу жизнь, делают ее проще и приятнее. Поэтому вот это все обилие сканеров, программного обеспечения и других продуктов, оно не для того, чтобы конкурировать с нами. Это то же самое, как до Винчи. Роботизированная техника, она не для того, чтобы конкурировать с человеком, а для того, чтобы помочь нам избавить нас от рутинной работы, которая занимает порой большую часть времени. И, конечно, я бы хотела немножко рассказать о преимуществах цифрового анализа. Во-первых, это прозрачность исследования. Всегда сохраняются зоны препаратов, в которых проводилось исследование, и данные анализа. Конечно, это объективность, потому что машинный анализ позволяет уменьшить субъективность восприятия при оценке патологических изменений. Это касается как статуса КИ-67, касается буквально любых аспектов, которые мы определяем или пытаемся определить количественно, на глазок. Конечно, это воспроизводимость. Используя одинаковые протоколы на аналитическом этапе и шаблоны оценки на постаналитическом, мы позволяем или мы, думаю, достигаем высокой вероятности получения воспроизводимых результатов. Именно эта логика заложена, например, у производителей оборудования, которое винтана. У них закрытая аналитическая часть, и следующая часть, скан, айскан, который, используя закрытые протоколы для оценки, пытается сделать так, чтобы были абсолютно воспроизводимы результаты. То есть логика в этом подходе есть. Другое дело, что мы должны сейчас помочь научить и аналитическую, и постаналитическую часть собрать вместе, помочь научить делать эту работу правильно и воспроизводимо. И, конечно, я бы хотела поблагодарить коллег, прежде всего из лаборатории неонкологии, это Елена Александровна Туркевич и Валерия Федоровича Климашевского за возможность работы с архивными блоками, которая была инициирована почти пять лет назад. Марина Семёновна Мухина, Наталья Алексеевна Максимова, которые из лаборатории иммуногистохимии, которую возглавлял мой шеф, Казимир Марьянович Пожаревский, за великолепные иммуногистохимические препараты, которые было не стыдно отправить в Венгрию, например, или ещё куда-то. Не стыдно было показать, потому что качество было абсолютно высочайшего уровня. Я бы хотела поблагодарить коллегу из лаборатории Обнинска, Нину Андреевну Горбани, за возможность исследования инициального. То есть то, что я рассказывала, эти синие-красные точки, валидизация собственной методики расчётной, она была сделана на материале как раз-таки лаборатории из Обнинска. Конечно, я бы хотела сказать слова благодарности нашим коллегам из мамологического отделения, потому что дальнейший запрос на наши какие-то изысканные вещи, он формируется клиницистами. Мы не сами по себе индуцируем эти все исследования. И, безусловно, коллеги из компании 3D-Хистек, которые помогали разрабатывать алгоритмы, это Гамбар Кизлер, иммуногистохимические аспекты, и Анна Мария, исследование ФИШ, автоматическое исследование ФИШ-статуса. Конечно, им тоже огромная благодарность, потому что эта работа была сделана не сейчас, не вдруг и не так быстро. Почти 8 лет мы этим занимаемся вместе. Спасибо. Большое спасибо, Василия Галимовна, за очень интересный доклад. Ваши вопросы, пожалуйста. Вопросов нет? Есть, да, вопросы? Спасибо, Василия Галимовна, за доклад. Вот скажите, пожалуйста, все-таки, что это значит, когда Вы говорите, мы пытаемся научить машину, да? И, по сути дела, Вы говорите, такие параметры воспроизводимость, точность. На самом деле, настройка-то идет у Вас, по сути дела, по рутинным исследованиям, по тому, что Вы делали глазом, да? По сути дела, то, что Вы получаете, это, ну, в какой-то степени улучшенный вариант, по сути дела, ручного исследования. Вот это вот первый вопрос. И второй вопрос, а вообще есть системы такие, созданные уже, которые используются во всем мире? И, может, Вы нам порекомендуете какую-то уже готовую систему, которая адекватно, допустим, производит общет КИД-67, или, допустим, клеточности, да, лимфоидные фильтраты? Спасибо. Ну, по поводу первой части. На самом деле, первичная валидизация должна быть проведена в лаборатории всегда. Да, да, то есть Вы не можете взять программный продукт и гарантированно получить результаты правильные. Все равно Вам в любом случае понадобится тюнинг, так сказать, Вашей системы для оценки и Ваших препаратов. Безусловно, внедрение в лаборатории цифровых сканеров многократно повышает требования как к рутинному гистологическому исследованию, так и к иммуногистохимическому. Это правда. И без этого шага, то есть внедрение самой цифровой всей системы, оно обрекает лабораторию на высочайшего качества препараты. То есть без этого шага ничего не получится. Когда Вы получили оптимальные препараты, гемотоксилиновые, и я знаю, Сергей Владимирович, что в Вашей лаборатории оптимальные препараты, Вы должны валидизировать свои протоколы для оценки. То есть безусловно, не работает система, которая просто так. Я положил препарат, она сама посчитала. Таких систем пока нет. Но существуют разные принципы оценки изменений. В данном случае мы используем полуавтоматически, ручной. Да, я размечаю зону интереса. Да, я делаю так, чтобы у меня в зону интереса не попали фокусы фиброза, сосудов, некроза и еще что-то. Неоптимальное окрашивание я, безусловно, прошу переделать препараты. В ручной все равно вы являете определенные. То есть Вы вручную, по сути дела, вы вводите в некие зоны, которые потом машину анализируют. Конечно. Вручной элемент присутствует в любом. Конечно. Это не должно быть иллюзии, что я положила в машину, а она взяла мне и посчитала замечательно. То есть это иллюзия. Я хотел подчеркнуть, потому что то же самое мы знаем в цитогенетике, например, где вроде бы анализаторы присутствуют. Да, с другой стороны, ни один цитогенетик не доверит анализатору на самом деле, в общем, процедуру формирования расклада. Это дело постановки генетического диагноза. То есть, безусловно, зоны интереса, а также тюнинг, что есть синее, что есть красное, что есть зеленое, что есть коричневое, размечается и добавляется каждый раз. То есть, если я вижу, что машина где-то ошиблась чуток, безусловно, я ее откорректирую.